будьте здоровы люди вольные и сейчас к вопросу о том как приготовить хвойный чай ну вообще на самом деле про хвойный чай много всего пишут говорят то что он лечит много всяких болезней то что онкологические даже заболевания сердечно-сосудистые какие-то проблемы решает ну и еще много 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 всего вот но на самом деле не могу с этим не согласиться не опровергнуть возможно возможно это так и есть но то что я знаю точно то что хвойный чай он как минимум вкусный он точно полезный и главное что он бодрит то есть это такой бодрящий напиток витаминный он содержит витамины всевозможные в достаточном количестве в сосновой хвои зимой вроде как даже витамина c содержится больше чем в апельсинах в лимонах то есть то что он витаминизированный такой витаминный и бодрящий это сто процентов то есть ну естественно его надо уметь готовить значит как обычно я это делаю я использую именно молодые веточки сосны в данном случае либо же это ели может быть молодые это значит те которые растут на самом кончике вот так вот срезается пучочек убирается в карман обычно ветки помоложе находятся сверху хвоя здесь более мягкая такая более нежная вот такого пучка вполне будет достаточно много тоже не нужно теперь нужно найти место где вскипятить воду для приготовления хвойного чая нужно конечно же вскипятить воду воду я сейчас кипячу вот на таком вот импровизированном костре прямо на пеньке на дереве чтобы не чистить снег не таскать лишние дрова вот то есть костерочек прямо на пеньке стоит котеллочек сюда вот укладываются дровишки вот вода уже закипает хотя стоит всего лишь пару минут и теперь когда вода еще не закипела но уже вот-вот закипит я закладываю хвою хвою которую значит только что с ветки хвоя свежие иголочки молодые даже вот сейчас трогая их уже проступила смола они такие вот липкие засыпаем их котелочек теперь нужно взять палочку вот слегка их пошевелить и подождать когда вода полностью закипит можно вот так вот раздувать чтобы горел активнее уже неплохо схватились вот эти вот боковушки они уже горят сами полностью покрылись углями и сами по себе дают неплохой жар ну вот сейчас когда вода в котелке вместе с хвоей уже закипает туда можно добавить еще чего-то это может быть какие-то могут быть какие-то листики смородины плоды шиповника но в общем все зависит от времени года какие-то ягодки вот у меня здесь ничего поблизости такого нет но у меня есть собой мята мята поэтому я добавлю ее для вкуса небольшую щепотку очень неплохо если сюда к этому чаю хвойному добавить дольку лимона такой хвойно мятно лимонный чай получается очень вкусный естественно по желанию можно сюда добавлять сахар но я лично предпочитаю пить хвойный чай без сахара хвойный чай вместе с мятой уже закипел теперь можно снимать очень вкусно пахнет теперь это все переливаю в кружку но к сожалению чашку меня не прозрачная поэтому не видно цвет этого чая такой желтовато-зеленоватый темный сейчас вот он горячий я вылил чай вся хвоя вот если видно осталось внутри уже такая пожухлая то есть все свои смолы соки она отдала вот сюда вот в чашку в этот напиток теперь значит чашку эту накрываю крышкой ну вот и в таком виде пускай он постоит минут 10-15 как раз за это время на этом костерочке можно будет приготовить покушать а пока пускай этот стоит чай настаивается так он будет еще вкуснее ну как уже было сказано если бы сюда еще добавить дольку лимона был бы вообще замечательно вот но к сожалению лимон у меня с собой нет сегодня хотя обычно он есть ну а хвоя ее можно высыпать котелочек сполоснуть и начать готовить какое-то другое блюдо что ж пока готовится второе точнее первое не могу отказать себе в слабости попробовать хвойный чай хвойный мятный чай замечательный вкус я не знаю как словами передать в общем это надо пробовать то есть хвоя дает витамины такой специфический вкус вот соответственно мята извиняюсь за тавтологию как-то смягчает что ли его немножко смягчает и придает сладости замечательный чай с лимоном было бы вообще отлично но естественно если туда еще какой-то шиповник добавить просто сказка поэтому желаю чаще ходите в лес делайте на таких кострах вот такие вкусные природные замечательные чаи и не пейте никогда водку водку вино пиво в общем всю эту гадость которая содержит алкоголь ничего этого пить нельзя потому что вся эта гадость разрушает организм вот и не важно стопочка это либо там две бутылки никакой пользы вообще это не несет а вот это вот настоящая польза витамины бодрость заряд энергии ну а кто-то говорит что и от более серьезных болезней помогает именно хвойный чай ну про хвойный чай еще будет впереди много видео тоже так как сезон таких длительных особо длительных выходов только начинается в таких походах я предпочитаю часто делать хвойный чай потому что он действительно помогает в длительных походах пока